Это программа День с Толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Теперь пятерок будет больше. Учащиеся 13-й Барнаузской школы и новый учебный год проведут почти в новом здании после капремонта. Улетели, но обещали вернуться. Русские витязи со своим шоу собрали на речном вокзале в День города 150 тысяч человек. А в Республике Алтай последний день лета был вкусным. На фермерский фестиваль приехали гости даже из соседних регионов. Удерживали и заставляли кусать ботинок. В сеть попали кадры издевательства над ребенком, снятые в Октябрьском районе Барнаула. На видео толпа детей загнала девочку в угол. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по факту издевательства над ребенком. Также Следственный комитет проводит доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье 117 истязания. Ну а теперь к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула, в которых обучается 93 тысячи учеников. Особенный праздник сегодня у детей из школы номер 13. Она открылась после капитального ремонта, который провели впервые с 1963 года. Подробнее в сюжете. Первый звонок и первый капитальный ремонт спустя 60 с лишним лет. Поэтому в Барнаульской школе номер 13 сегодня двойной праздник. В новом учебном году за парты сядут более полутысячи детей. Из них 56 первоклашки. Глава города Вячеслав Франк поздравил с днем знания учеников, их родителей и педагогов. С праздником вас! Всем крепкого здоровья, терпения, всех благ и, конечно, счастья. Всего самого хорошего ученикам. В добрый путь! Сегодня мы с вами не только празднуем начало учебного года, но и окончание капитального ремонта нашей любимой школы. Школа с большой историей стала одним из современных образовательных пространств города Барнаула. К капитальному ремонту приступили в марте по муниципальной программе развития образования и молодежной политики Барнаула. На эти цели было выделено более 41 миллиона рублей. Какое-то время детям приходилось ездить в другие школы, но все неудобства того стоили. Сейчас в классах, коридорах проведен ремонт, разобраны аварийные перекрытия, заменены все инженерные коммуникации. Во всех кабинетах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры и не только. Дочь пришла, говорит, мама, у нас там хорошая теперь столовая, как в гимназии, то есть хорошие обновленные парты, столы. Ну, я думаю, что теперь только на пятерке будут учиться. Я надеюсь, что наша школа, вот какой-то такой вот у нее сейчас порог, стартовый порожек, после которого начнется немножко другая ее эпоха. Наверное, всем известны слова «знание – это сила». И насколько эффективны в учебе будете вы, настолько сильна будет наша Родина. Добавим, что сегодня первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула. К занятиям приступят 93 тысячи учеников. Ирина Корчагина, День с толком. Сегодня мы вышли на улицы города и попросили барнаульцев поделиться тем, какими они запомнили свои школьные годы. Оказалось, что это сплошные позитивные эмоции. Давайте вместе посмотрим. Для меня школьное время было вообще одной из самых счастливых. Я всегда с удовольствием вспоминаю и школу, и студенчество. Это такой некий трепет в душе, радость. В поход мы ходили всегда. Это было самое интересное. Отличное впечатление. С удовольствием назад повернулось в наши девяностые. Ностальгирую постоянно по своим школьным годам. Особенно первые классы. Это незабываемо. Очень помню хорошо свою первую учительницу. К сожалению, ее уже нет в живых. Но тому, чему она научила, мне это очень-очень-очень сильно в жизни помогло. Целеустремленности. И вообще всем хочу пожелать, чтобы всегда были такие учителя, какая была у меня первая учительница. К школьникам это, наверное, относиться к ЕГЭ попроще. Потому что все-таки многие ставят большой акцент на сдачу, на какие-то там цифры, которые потом в будущем никак не помогут и не повлияют ни на чего. А студентам это вовремя все сделать, потому что сессия потом, когда настигнет, будет сложно уже все хвосты закрывать, успевать. Я очень любила школу. Я 7 лет проработала сама в школе учителя. В прошлом. Для меня это праздничный день. По старой привычке, уже давно не работаю, но по старой привычке помню. Очень люблю линейки, школьную школу, школьную жизнь, школьный движ. А между тем торжественные линейки прошли сегодня и в вузах края. На свои первые в жизни студенческие линейки пришли больше 20 тысяч первокурсников. Наша съемочная группа побывала в Медицинском университете. Медицинский распахнул свои двери в юбилейный 70-й раз. Так встречают своих первокурсников. А их по статистике 1100 новых из 30 регионов России. Ребят приветствовал руководящий состав вуза во главе с ректором Ириной Шереметьевой. То, что вы стоите сейчас здесь, это, конечно, непросто. Этому предшествовал огромный труд, множество полученных знаний, хорошо пройденные испытания. Это большой отбор, сложный отбор. Вы его прошли, и теперь вы здесь. С Новым учебным годом Медицинский ууз также поздравил глава региона Виктор Томенко. А первокурсников нарекли губернаторским курсом. Труден первый шаг и, наверное, скучен первый путь, но без того, чтобы создать базу, для того, чтобы создать основу для дальнейшего развития, для творческого подхода в своей работе. Нужно очень много, кропотливо, очень внимательно, ответственно, иногда ограничивая себя в чем-то остальном, сосредоточиться на учебе и на получении знаний. Кстати, студенты и преподаватели с нетерпением ждали этого дня. Физическая и моральная усталость – это постоянный компонент нашего существования в Медицинском университете, но скажу, что занятие активности, которые дает нам ВУЗ, в том числе вся студенческая жизнь, это все дает тебе столько энергии, которая окупается вдвойне. Если честно, ждал все лето, скучали по студентам и сегодня такое массовое событие, вот когда мы вышли на сцену петь гимн, когда мы увидели тысячу студентов, ну прям дух, прям тряслись руки. И понимаешь, что скоро ты встретишься с ними уже не здесь, а за партой будешь с ними изучать науку, медицину, и это тоже вызывает такой восторг. Пусть над тобой горит алтая свет, наш медицинский университет. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Без телефона и часов на уроках. С начала нового учебного года пользоваться гаджетами российским школьникам запрещено. Об этих и других новшествах для учеников, а также водителей, состав медицинской аптечки которых с сентября должен пополниться в том числе одеялом, в сюжете Марии Костылевой. Она расскажет и о других значимых нововведениях начала осени. С первого сентября этого года ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Кроме того, нельзя будет использовать и умные часы, которые могут выполнять те же функции, что и мобильник. Нововведения коснутся и учебного плана. Привычный ребятам урок ОБЖ сменит предмет «Основы безопасности и защита Родины». Школьники будут изучать дисциплину с пятого по одиннадцатый класс. Кстати, помимо теории будет и практика. Ученики пройдут тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку. А вот для российских водителей с начала этого месяца изменится обязательный состав автомобильной аптечки. Кровоостанавливающий жгут, бинт, ликопластырь, спасательное одеяло, ножницы для перевязок и пару хирургических. Помимо этого в аптечку добавили медицинские маски, маску для сердечно-легочной реанимации и две пары перчаток. Все это должно быть. В обновленной аптечке обязана присутствовать инструкция по оказанию первой помощи, блокнот и маркер черного цвета. Сумки помощи, приобретенные ранее, можно использовать до сентября 2027 года. За отсутствие аптечки или истечение ее срока годности для водителей предусмотрен штраф. С этой осени туроператоров обяжут вносить данные о путевках в электронную систему. Таким образом, туристическое агентство должно передать информацию за 24 часа до начала поездки. Если договор был заключен меньше, чем за 30 дней до нее. И если этого не сделать, компанию могут исключить из единого реестра турагентов. Благодаря нововведению туристы смогут онлайн проверить данные о своем путешествии. Стоимость судебных пошлин с начала сентября вырастет. Так, например, исковое заявление о расторжении брака подорожает до 5000 рублей. За подачу апелляции физлицам придется заплатить 3000 рублей. Ранее пошлина стоила 150 рублей. Самое значительное повышение коснется исков с высоким имущественным требованием. Стоимость подачи заявления о взыскании алиментов останется прежней – 150 рублей. А для ряда категорий россиян введут льготы. Мария Костолева, Дмитрий Денисов, День с толком. Проводили лето вкусно. В Республике Алтай прошел Всероссийский фермерский фестиваль «Свое». Он собрал более 80 участников не только из республики, но и из других регионов. Жители смогли попробовать натуральные продукты и напрямую познакомиться с производителями. Как это было, узнаете из нашего репортажа. Фермерский фестиваль «Свое» впервые проходит в Республике Алтай. Здесь, на главной площади Горно-Алтайска, свою продукцию представили более 90 фермеров. И у всех присутствующих есть возможность не только познакомиться с новинками, но и попробовать все эти натуральные продукты. Этот общероссийский форум запустили в 2017 году. С тех пор он проходит в разных городах и регионах России. За 7 лет его участниками стали тысячи фермерских хозяйств страны. Было реализовано свыше 250 тонн продукции. В Горно-Алтайск съехались производители со всей республики, а также Алтайского края и Кузбасса. Такие масштабные мероприятия помогают нам развивать сельскохозяйственную отрасль Республики Алтай и продвигать нашу локальную фермерскую продукцию. Мы уверены, что именно такая продукция является самым надежным источником здоровья. Не удивительно, что на фестивале было представлено много меда. Им славится Алтай. Разнотравие, гречишный, подсолнуховый, с кедровыми орешками, маточным молочком и даже с миндалем. Пасеки напрямую представляли свою продукцию. Купили пыльцу, купили пиргу, медный продукт, медовый продукт, правильно сказать. Но не только медом можно было полакомиться на фестивале. Алтайская земля представила все, чем богато. Сыры, шоколад, колбасы. За некоторыми вкусностями, как во времена дефицита, образовалась целая очередь. Мы предлагаем ряженку по дворе и йогурт дыни. Предлагаем выдержанные сыры. Вот три месяца выдержка, 12 месяцев выдержки. В большом разнообразии была сувенирная продукция, тоже натуральная. Керамика, изделия из шерсти, меха, камня, ароматические свечи и мыло на травах. Почти 20 лет уже на рынке с натуральной продукцией по уходу за телом. Шампуни на отварах трав, мыло с эфирными маслами. Люди с удовольствием посещали выставочные павильоны. Даже пасмурная погода не помешала хорошему настроению и полезным покупкам. Жители по достоинству оценили фермерский фестиваль. Посмотреть хоть что производят у нас где-то за пределами, может быть, даже республики. И в республике мы же не всегда это видим в каких-то магазинах специализированных. Не всегда ходим в них. Поэтому общаемся, пробуем. Очень спрос большой. Смотрите, сколько народу берут все. Мы уже взяли, отнесли в машину и прогуливаться пошли. Я купила очень вкусный мед, который мне больше всего понравился. Откуда вы знаете, что он вкусный? Потому что попробовала, продегустировала. Смотрим сыры, мед, все очень вкусно, замечательно. Надеюсь, что покупка будет у нас удачной. Юлия Цапко, Илья Питков. День с толком. Ну а Барнаул в эти выходные отметил свой 294-й день рождения. Празднования в субботу проходили целый день по всей краевой столице. Ярмарки, выставки, спортивные показательные выступления, концерты и, конечно, авиашоу русских витязей, на которые пришли посмотреть 150 тысяч человек. И даже отсутствие салюта не испортило праздничного настроения у горожан. Подробности у Данила Кузнецова. 294 года исполнилось Барнаулу. Праздник стартовал в Центральном парке, где собралось свыше десятка диаспор, проживающих на территории краевой столицы. От белорусов до грузин. От армян до украинцев. Гостям не только показывали культурные традиции народов, но и давали попробовать национальную кухню. К примеру, литовцы испекли и показали народный хлеб, который готовят без дрожжей. Он, в общем-то, сделан на ржаной муке. Здесь добавлены и тмин, льняное семечко, подсолнечное семечко. Ну и украшен вот такими узорами красивыми. То есть без этого хлеба мы как бы никогда не обходимся на наших национальных праздниках. Гостями фестиваля национальных культур стали и глава города, и председатель городской думы. Несмотря на то, что некоторые поколения, живущие в России уже давно, не признают себя частью диаспор, народы все равно стараются продвигать себя. Например, узбеки активнее стали работать с молодежью, поскольку представители этого народа все чаще поступают в наши вузы. Все отмечали, что мы действительно живем единой семьей, очень дружно. Мы любим свой Барнаул, мы участвуем в его развитии. И здесь практически мы уже единая семья и называется она Барнаульцы. И все у нас общее. Неподалеку у старого базара расположилась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов. Жигули, Волги и даже Старый Газ. Конечно, не обошлось без песен и полевой кухни с блинами. Основные гуляния были по традиции на площади Сахарова. Здесь организовали концертную программу коллективов города и культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. Также здесь прошли спортивные мероприятия по кикбоксингу, тэквондо и гиревому спорту. Но самым грандиозным мероприятием, конечно, стало выступление русских витязей. Пилотажная группа на самолетах Су-30СМ продемонстрировала не только групповой полет, но и одиночные пируэты. Также пилоты с удовольствием раздавали автографы всем желающим барнаульцам. В общей сложности посмотреть на выступление собралось примерно 150 тысяч человек. Почти четверть города. А сегодня витязи отправились домой. Но перед этим совершили прощальный полет над гостеприимным Барнаулом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Барнаульцы – люди спортивные. Поэтому в День города многие с удовольствием участвовали в разного рода спортивных состязаниях. Проявить физическую активность можно было как в парке спорта Алексея Смертина, так и на площади Сахарова. К тому же после продегустировать напитки от пивоваренного завода и поучаствовать в необычных конкурсах. Подробности в сюжете. Яркие фотозоны, фигуры из гипса, демонстрация приемов кунг-фу. В парке спорта Алексея Смертина для барнаульцев организовали разнообразие всевозможных площадок. Одна из традиционных от пивоваренного завода. Каждый гость смог продегустировать два вида изотоника Баттерейд. Это спортивный напиток для поддержания водно-солевого баланса в организме. И он оказался барнаульцем по нраву. Как тебе вкус? Очень вкусный. Тонизирует, восстанавливает. Заряд на весь день. Чувствуется такой витаминный вкус. И солевый вкус. Витаминно-солевой вкус. Приятный, да, такой слежащий, приятный. Кроме дегустации у горожан была возможность принять участие в конкурсах. К примеру, на внимательность. Задача состояла в том, чтобы запомнить картинки в нужном порядке. И по памяти перенести их на листочек. К слову, гости отлично справлялись с заданием. И каждый выходил с подарком. Мы справились с заданием. 12 на 8. Можете выбрать себе приз из нашей картинки. Мне больше понравился зеленый. Син. А еще барнаульцам предлагали угадать, какой напиток производства пивоваренного завода скрывается за цифрами. Мимо такого наша съемочная группа пройти не могла. Отлично. Вот вам старана. Я, конечно, не уверена. Это кола. 100% кола. Выиграть не получилось, но приятные эмоции испытал уж точно. А это вечерняя программа на площади Сахарова. Сотни барнаульцев по традиции не проходят мимо площадки пивоваренного завода. Здесь еще больше различных конкурсов и дегустация напитков. Очень вкусный напиток. Главное, что можно детям. Там магний, кальций. Мы активно занимаемся спортом. И как раз во время тренировки сказали, что дети могут даже принимать такой напиток. Впечатление изумительное. Особенно гранатовый вот этот вкус. Вот с киви очень понравился. Классный напиток. Советую всем друзьям. И хотя погода в этот день была не жаркой, напитки пользовались огромным спросом. Жажду смогли удалить все, кто пожелал. А кто-то открыл для себя совершенно новый вкус, который теперь будет ассоциироваться с праздником. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Межрегиональные соревнования по теннису в Барнауле в день города собрали свыше 30 игроков. Организаторы отмечают, что в сравнении с прошлым годом участников стало значительно больше. Приехали спортсмены из других регионов. Поскольку соревнования любительские, на кортах встречались спортсмены разных возрастных категорий. О том, что оказалось важнее – опыт или молодость, расскажет Данил Кузнецов. Если судить по таким долгим розыгрышам, так и не скажешь, что «Аломкап» – любительский турнир по теннису. Межрегиональные соревнования организуют уже в третий раз. Приезжают участники со всей Сибири играть уже. В прошлом году не так много, ну, несколько пар, наверное, с Новосибирской приехала. В этом году уже больше людей с Новосибирской приезжает. И вот в последний момент там снялись, у нас в Томске должны были приехать. Едут сюда не только за семейной атмосферой, но и ради интересных баталий. Поскольку турнир любительский, четких рамок здесь нет. Поэтому в паре на корте могут оказаться как молодые игроки, так и теннисисты в возрасте. У нас есть такой почетный ветеран, ему больше 70 лет, он живет в Новосибирске. И он чемпион России у нас по теннису среди любителей, но, правда, среди своего возраста. Конечно, у молодых преимущество в виде физической формы и правильно поставленной техники. Однако у ветеранов свои фишки. Как сломать игру сильной паре. Молодые, они хотят посильнее ударить, сделать, а мы все смотрим, куда, как здесь делать. Наоборот, покороче и так далее, заставить в сторону убежать и так далее. То есть, ну, грубо говоря, здесь это шахматы. В этом году на любительский турнир приехало 34 человека. С годами число игроков растет, благодаря популяризации этого вида спорта в нашем регионе. Однако проблемы с кортами тормозят процесс. В планах постройка спортивных сооружений, желательно от 4 и более кортов. Для этого требуется, конечно, земля. Но мы работаем над этим. И создание спортивной школы Олимпийского резерва. Победила в любительском турнире пара Андрея Абрамова и Игоря Белоусова. Второе место забрали Игорь Новиков и Артем Верхушин. Бронза досталась Екатерине Ширяевой и Павлу Зобнину. Следующие соревнования пройдут уже в ближайшие выходные. На городском турнире сразятся новички. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Говорит на четырех языках и любит верховую езду. Новой мисс Барнаул стала 20-летняя студентка классического вуза Стефания Пластинина. Напомним, финал конкурса красоты традиционно состоялся в день рождения краевой столицы. Подробнее о зрелищном и ярком конкурсе расскажем прямо сейчас. Волнение в сторону и уверенной походкой на главную сцену Барнаула. В день города на площади Сахарова состоялся финал конкурса «Мисс Барнаул-2024». За корону боролись 18 красоток. Как можно победить главная черта на ваш взгляд? Есть что-то неуловимое. Я называю это харизма. Я называю это, когда цепляешь зрительский зал. Это не всем дано, но у некоторых девчонок с этого конкурса это есть. И это вот прям жюри видит сразу. Девушки выступили перед жюри в трех образах. В черных платьях, нежных нарядах и в индивидуально подобранных. Кстати, за день до финала стало известно имя победительницы онлайн-голосования. Сердце зрителей и читателей толка отдали Екатерине Савичевой. Екатерина Савичева, мисс зрительских симпатий! Мне было очень приятно. Я в принципе не ожидала выиграть в этой номинации. Я подумала, ничем мы покорили. Победитель в принципе и девушка всегда должна быть добрая, справедливая. И красивой душой в первую очередь. Титул первый вице-мист завоевала Полина Серикова. Второй вице-мист стала Анна Корнаухова. А победительницей 20-летняя Стефания Пластинина. Победительница получила право представлять Алтайский край на главном конкурсе красоты «Мисс Россия» в Москве. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар. Мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok